На день рождения себе от брата и его жены две упаковки манго вот такой, ну то есть это то, что я их просила, все купили вот такой чай, крепкий сон он выгоднее был, четыре упаковки вот этот, наверное, хочется попробовать заряжает бодростью на целый день травяной здесь у нас вот такой вот состав интересный ну манговые, так же, знаете, конка кстати, хорошая фирма и вот такие тени Mary Kay вот, вроде более-менее вот так вот цвет передает такие маленькие, я думала, они побольше ну ладно, потом какие-нибудь другие куплю вот такой вот заказик себе сделала ссылочки скинула и заказали удобно, Сазон Валберес раз и поздравил человека пустой коридор полезная рекомендация привет, друзья я на больничном у нас все началось с того, что сначала Александр Иванович заболел потом у меня также начался сильный насморк заболело горло очень сильно и ночью у меня была температура 37,8 я думала, ладно, если утром будет температура, то я не пойду на работу утром температуры не было и не было такой слабости, что невозможно идти поэтому пришла на работу я захожу, у меня первый голос сразу только понятно по голосу, что я говорю в нос было сразу заметно, что я болею ну и там сразу запереживали некоторые коллеги, что вот они могут заразиться и так далее и, а у меня еще ночью, когда мне было очень плохо когда у меня была температура я на всякий случай сделала запись к терапевту на обед и я говорю, ну ладно, у меня запись есть, в принципе пойду тогда на больняк кстати, горло очень хорошо сразу же перестает болеть, когда фруцелину получишь прихожу на прием, полчаса сидела, ждала, пока мое я пришла вовремя, но полчаса еще ждала пока меня пригласят то есть терапевт не успевал и, значит, я полчаса просидела время без пяти час я захожу, говорю, вот у меня запись такая-то ситуация, сосед болеет и я, походу, тоже и она говорит, зачем вы с температурой идете сюда? идите в инфекционный бокс он работает до часу остается время пять минут а мне нужно сходить в гардероб и с другой стороны поликлиники пройти в инфекционный бокс отдельная дверь она говорит, вы не успеете, если сейчас пойдете в гардероб поэтому спускайтесь в подвал и там пройдете через подвал, пробегите до конца я спускаюсь в подвал по-быстрому я очень быстро хожу где-то за минуту, наверное, добралась до этого кабинета спускаюсь в подвал там нормально, то есть там свет все как положено не то, что я там пробиралась непонятно как еще передо мной даже был человек хотя время уже было к закрытию, да? ну там быстренько эта женщина вышла которая была передо мной и зашла я вот, у меня взяли мазок понятно, да, на что и на следующий день уже результат пришел отрицательный то есть это не подтвердилось но она мне сразу открыла больничный и послушала меня и когда она меня слушала она говорит, ну-ка прокашляйтесь я прокашлялась она говорит, нет, хрипы остаются с правой стороны тогда еще будете делать флюорографию вы в этом году уже делали? я говорю, да, в марте она говорит, ну придется еще раз делать потому что нам надо убрать вероятность того, что это может быть пневмония поэтому сегодня сходила еще на флюорографию сфотографировалась ну это, кстати, спорный момент кто-то говорит, что только раз в год можно на флюорографию уходить а кто-то говорит, что раз в полгода, ничего страшного я себя очень хорошо чувствую но дали больничный на 5 дней буду отдыхать значит, здесь мне прописали колдок флю я ничего не покупала масляный раствор хлорфилипта обрабатывает слизистые оболочки нос, ватный палочек вот тут, кстати, не знаю этот масляный раствор хлорфилипта звучит как что-то такое натуральное надо посмотреть, если противопоказаний нет потому что у меня вот когда просморчишься изменяешься подробности все норм а потом очень быстро копится снова и очень раздражает на нервы действует потом полоскание горла сливым раствором она говорит, даже если горло не болит все равно полоскать деритрицин рассасывать от боли в горле но у меня боли в горле уже нет обильное теплое питье АЦЦ 600 миллиграмм утром днем не знаю, что это и супрастин на ночь 10 дней ну я ничего не пила вот насчет масляного растворка здесь надо посмотреть может быть действительно поможет именно от того, чтобы насморк прошел очень разряжает я вот, кстати, после поликлиники сидела дома день, наверное, день-два и я чувствовала, что я как будто бы полностью здорова но сегодня я вышла на улицу и у меня такая слабость накатила может потому что я долго не двигалась или еще болезни все-таки есть не знаю очень вовремя на самом деле это больничный потому что я не то чтобы сильно страдаю но я вот, у меня как будто бы такой отдых который мне был нужен и мне понравилось то, что мой мужчина очень за мной ухаживает то, что он привез еды, продукты покупал и когда я сказала, что я на больничную ухожу перевел денег на лекарства то есть такой очень заботливый на самом деле, вот когда вы заболеваете не надо думать, что у вас слабый иммунитет просто бывают какие-то новые вирусы появляются то, что вы заболели это ничего не значит значит только то, сколько времени вам потребовалось на восстановление и я считаю, что у меня вот за день у меня температура один день продержалась все поэтому имейте в виду, что это не слабый иммунитет если вы заболели, это просто могут быть какие-то новые вирусы наконец-то снова прописала траты вернулась к этому потому что в рабочие дни мне был очень лень за полтора месяца подвела итоги зарплата у нас увеличится со следующего года а здесь уже с ноября чуть-чуть тоже будет повышение, но оно такое как бы там, именно касательно премии процента по премии а со следующего года где-то тысяч на 12 обещают то есть у нас такого именно вот чтобы прямо на 12, по-моему, не было было меньше а что это означает? что цены вырастут и, как правило, неравнозначно с ноября и Продолжение следует...